Играешь в танки? Подписывайся на мой канал IndomitaWod и обязательно прожимай колокольчик. Седьмой уровень, американец, тяжелый танк М2Y. Вот такой вот красавчик. Я его только что на самом деле купил, откатал на шестерке, выкачал семерку. И да, я буду делать обзор по стоковому танку. После как докатаюсь и модули выкачу, я сделал обязательно уже обзор на этот танк на топовом. Но все вы, так же как и я, попадете в эту ситуацию и наверное правильнее будет сделать на новые танки обзоры как на стоковом оборудовании, так и на топовом. Сегодня будет обзор по стоковому оборудованию, как играть на нем. Но в целом мы посмотрим, какое же лучше оборудование уставить. С вами подумаем, поколдуем. Давайте сначала посмотрим бронирование М2Y. Итак, вот наш гордый американец. Лодка такая у него, да, корпус. Вот смотрим, да, лодка. Приблизим. Вот. Значит, НЛД у нас 88,9 мм фактического бронирования. В приведенке в нижней части 143. В этих частях до 150. Вот здесь вот есть у него щеки, да, НЛД. Они рикошетные. Вот здесь вот уже к самому краю 193. По ВЛД у нас 165 фактического бронирования. В самом низу у нас 202. По центру поднимаем, доходя до 215. В этой части 206. Вот здесь 210, 215. Вот такие щечки у него под уклоном 217. Есть вот такие вот. В 240 боковые щеки, которые прям под углом, под углом. Ну, кто туда будет стрелять? Что касаемо башни. Маска у нас 232. Маска достаточно крепкая. 230, 250. Башня. Она у нас такой сферической формы. Можно сказать, яйцевидной. Вот. Вот здесь 248. 357. Здесь выше. 324, 313. То есть, в целом-то башня очень крепкая для седьмого уровня. Не каждый танк на восьмом уровне может похвастаться такой броней. Дальше смотрим. Есть планка наверху над маской орудия. Она у нас 40 миллиметров, но под дичайшим углом. И, соответственно, система показывает, что здесь рикошет. Есть лючок смотровой на башне. Вот тут все плохо. 110 миллиметров, 118 приведен. И это самое слабое звено этого танка, если он спрячет корпус. Тоже башня-то крепкая, но лючок огромный. Боковое бронирование у нас 76,2. Башня 83. Пока та стоковая башня, которая стоит. Может ли он танковать? Безусловно, может. 320, 310. Здесь уже катки. Сюда что, не пробьете. Вот. 350. Но есть вот такое вот место. Рядом с первым катком, вот эта нижняя часть. Если он ее покажет, то сюда шьется нормально. Плюс, опять же, вот эта вот щека корпуса, которая идет до башни, до этого места. Смотрите. Во-первых, вот эта выемка, да, пробивается 181. Вот эта пробивается. И вот эта вот щека корпуса передней части тоже. Но не всегда вы ее увидите, потому что при танковании танк будет, ну так, прятать вероятно ее. Поэтому, дорогие друзья, если корпус все торчит у вас, спокойно пробиваем в НЛД и не паримся. Если спрятанное НЛД, можно сшить его в ЛД. Можно все равно, да? Но сложно. Ну и если совсем все плохо, он спрятал корпус, тащит только башка, соответственно, выцеливаем командирскую башню. Идем в ангар. По основным модулям мы стартуем на стоке. У меня вот, видите, не прокачан. Только рация была выкачана и уже автоматически я ее просто поставил. Вот она подходит, видать, с других веток американских танков. Соответственно, стартуем на пушке с альфой 240, бронепробитие 181, основным 218, голдой. Заряжается пушка 9 секунд на стойке, 0,42 разброс, 2,4 время сведения. Топовая пушка, к которой мы будем стремиться, альфа 240, пробитие основным 202, голдовым 242. Заряжается 8,8, время сведения 2,3, разброс 0,41 на стойке. Рация у нас уже есть. Что нам даст башня, когда мы ее прокачаем? Здесь у нас бронирование 203, здесь у нас бронирование башни 229. То есть башня будет еще жестче, плюс улучшается на 10 метров обзор и скорость поворота в градус секунду плюс 2 градуса. Так, стоковая рация 410, топовая почти в 2 раза больше 745, она у нас уже есть, это круто. Стоковый движок 550 лошадей, топовый 600, плюс где-то можно рассчитывать на 8-7% подвижности. Максимальная скорость поворота градус секунд 28, здесь у нас 26, плюс 2 градуса секунду. Это касаемо оборотов. По полевой модернизации, наверное, еще преждевременно говорить, но давайте поговорим, чтобы мы поставили. Во втором блоке мы, скорее всего, с вами поставим облегченную ходовую. В четвертом блоке, смотрим здесь, у нас очень слабая топь, вероятно, отстройка параллакса поставим. Да и сведение у нас, нет, сведение еще более-менее, да, отстройка параллакса в четвертом блоке. В пятом блоке мы будем ставить с вами звукоизоляцию для танка седьмого уровня. Это касаемо полевой модернизации. По оборудованию, я еще ни одного боя не катал, но предвижу, что сюда лучше всего ставить улучшенную закалку, либо вентиль. Но первая сборка вот такая. Однозначно досыл. И я уже, ну так посмотрел, люди играют, да. Рекомендую вам ставить стаб вертикальной наводки. Поставил еще инструкцию на досыл. Вот, по снарядам у нас здесь ситуация следующая. У нас основной летит почти коса 972, и это ББХ. Голда у нас летит 1177. Вот это прикольная скорость, почти 1200. Вот, и у нас здесь подкол. По снаряжению стандартный комплект, я себе поставил еще до паек. Экипаж тот же, что и на шестом уровне. Я его тоже только что пересадил, переобучил за серебро, поэтому у меня экипаж не вкачан на 100%. Все так же, как у вас будет на стойке. Вот, а первым перком командиру, если вдруг качаете не шестого, а с седьмого уровня, это лампа, всем остальным ремонт, со второго перка, всем боевое братство, третьим и далее перком, как показано в таблице, которую вы сейчас видите. Все, установили вот такое оборудование, поставили инструкцию, экипаж у нас не на 100% выучен, поставили доп. паек, мы на стоковом, на всем, башня, пушка, ходовая, двигатель, все сток. Смотрим, по огневой мощи. Кстати, пушка здесь у нас занется на минус 10 градусов. Время сведения сейчас, вот экипаж выучится и будет у нас 2,1 секунды, сейчас 2,3. Разброс сейчас 0,4, а может быть 0,37, когда экипаж уже подкачается, правильно? Правильно. Общий ДПМ 1909, заряжается чуть менее 8 секунд и у нас штраф 37, 0,37. То есть, соответственно, там можно рассчитывать где-то на 7,2 секунды, если будет нормальный экипаж. По хп, по хп у нас живучесть 1270, по мобильности танчик едет вперед 40, назад 15, 13 лошадей на тонну пока на стоковом двигателе. По незаметности танк высокий и большой, поэтому, ну и тяжелый в конце концов, тут чего даже говорить. И по обзору 371 метр, штраф минус 6 метр. Данный танчик уже обладает дополнительными гусеницами, которые при избитии основной гусеницы, вы еще можете, наверное, на них двигаться, пока будет чиниться основная. Поэтому я вам рекомендую все-таки прям обратить свой взор на большой ремкомплект, однозначно, который вам будет помогать быстрее еще чиниться. Поэтому, конечно, имея такую специфическую функцию, как доп-гусеница, у танчика есть небольшие преимущества против всех остальных танков. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотреть, как этот танчик играется на стоке. Поехали! Ух! Попали мы на Минск, попали мы к шестым уровням. Вот. Тигр один напротив, М2Y есть один напротив. Так, своим мы сейчас что сигнализируем, поджиматься вот в эту область. Кто-то со мной, может быть, поедет. Но, конечно, не полетим на стоке-то. Поедем! Но все равно. Сейчас мы попробуем этот танчик на стоке, как играется. Что это такое? Да, башенка у нее реально большая. Хотя, плюс у нее есть. То, что она расположена сзади. Если преподымать пушку... Не, у нас башня не качающаяся. Поэтому толк этого никакого не даст. Но, где-то на рельефной карте башенка будет плохо видна противника. Ну, вот даже на стоке, в принципе, я не скажу, что прям супер, как быстро едет. Но едет. Едет. Так, без засвета прошли. Нет, без засвета. Вот, со мной М2ВА идет. Так, он принял на себя основной урон. Ага, без урона поскочили. Это хорошо. Так, у них никто не заехал в позицию. Это уж хорошо. Тогда идем не туда. Не, ну скорости не хватает. Так, у них стоит. Так, у них нет. Так, у них нет. Есть. есть хорош позиции на еще кипяте городе ну вот косарь 300 мы уже дали просто поцарапали тигр решил отдаваться все так 2к уже дали это седьмой больше так нельзя выезжать и и блин вот стать не бьется лючок даже голдой на самом деле вот пожалуйста вот пробил размен идет нехороший мне уже не нравится засранится и мы здесь проиграют он меня пробил но он поход на топовые башни ну в любом случае ребята на седьмом а уровне на стойке это все-таки танк седьмого мы дали 2 600 сумма не суммарного чистого урона да этот бой сливной команда у меня попалась ну так себе давайте вот рассмотрим первый мой самый первый бой ничего не проигрываю как купил так играл посмотрим сейчас как наша команда доиграет как она отыграла в целом на каком мы пейсе будем урона безусловно все сейчас глянем но команда просто аморфная просто погибла вообще в ноль практически счет 11-6 я на самом деле зашел врагу в тыл и тут делал дела то есть все правильно делали но однако союзнички вы знаете что такое союзнички больше врагов красавчик сгорел на работе меня задели все осталось бедная одна арта даже 44 нанес урона оставшийся один а красавчик ну что могу сказать по ощущениям на стойке можно на нем играть как на голде так и на выборках можно но вот напротив был противник скорее всего на топовой башни которую я постоянно не пробивал и конечно все впереди будет и обзор на топе на стойке можно можно играть подвижность все равно какая-никакая есть броня тоже есть присутствует какая-никакая вот да в принципе неплохой так прям уже хочется побыстрее вкачать топовое топовые модули и выкатить на поле попробовать на топе как он будет играть я хочу сказать что вот видели сразу что мне дали первый бой ой сразу кучу призов всего а по пожалуйста 2 500 2 600 первое место по урону первое место по урону ближайший ко мне оппоненты союзников 1700 настрелял поэтому ну вот вам и результаты этого красавца вообще танк красивый прям что то есть в нем обязательно оставлю его в ангаре тем более что я принял решение вообще теперь все танки оставлять в ангаре и даже буду выкупать девятки и восьмерки вот ребята на топе можно играть даже без свободного опыта вот у меня вы сами видите его практически нету да я ничего не стал кроме рации которую уже было и в принципе даже так уже танк вполне себе играбельный вот ставьте лайкос пишите свои комментарии как вам новая ветка йоха заходит не заходит как вам собственно м2 вай зашел не зашел как вы его почувствовали попробовали на стойке вот как я сейчас и доволен ставьте лайкос и подписывайтесь на канал а я говорю до скорых встреч пока играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно нажимай колокольчик